привет дорогие друзья я за вами соскучилась и сегодня приготовила для вас классный рецепт мы будем готовить шакшуку очень популярное блюдо особенно в украине история этого блюда пришла к нам из как думаете откуда не израиль а это тунис его соус который мы сейчас будем с вами готовить состоит из пряностей а именно из вот этой невероятной специи которая называется куркума она очень пряная очень в то же время сладкая приторная основные главные ингредиенты это болгарский перец это репчатый лук это чеснок и уже в процессе как раз таки в европе добавили томаты и томатную пасту это основа этого блюда яйца кускус булгур любые другие источники растительного белка могут использоваться для приготовления этого блюда начнем мы с приготовления именно соуса и для него нам понадобится болгарский перец сладкий красный лук чеснок в процессе мы добавим томатную пасту и помидоры черри для того чтобы начать приготовление я хочу рассказать значит мы начнем с вот этих трех ингредиентов потому что для того чтобы они прошли термическую обработку нам необходимо ну как минимум 3-4 минуты и начну я с чеснока и слуга эти два ингредиента объединяет так называемые целебные свойства они очень отличаются по составу но есть вещество которых очень сильно объединяет это вещество и в этом и в этом случае то есть и в чесноке и в луке является таким антибактериальным очень хорошо борется с вирусными инфекциями болгарский перец мы очень много и часто о нем говорим на самом деле это один из самых популярных овощей он имеет очень интересную структуру он плотный но в то же время имеет мякоть которая очень вязкая его очень часто используют и как раз таки именно этот овощ при термической обработке не теряет своих вкусовых качеств а питательные качества и ценность он теряет но здесь в этом соусе он незаменим и мы не можем болгарский перец заменить ничем либо другим напомню вам что разделывая болгарский перец нам необходимо обратить внимание и на выбор и на то как мы это будем делать покупая болгарский перец обращайте внимание чтобы кожура была без каких-либо повреждений потому что здесь содержится самая большая концентрация тех самых питательных веществ а еще самое главное чеснок и лук в чем их отличие здесь есть эфирные масла здесь их нет эфирные масла тоже являются очень лечебным свойством так измельчаем перец измельчаем максимально потому что мы будем его резать или соломкой или кубиками но это уже ваши личные предпочтения напомню вам что по последним исследованиям я говорю а это на каждой передаче но это очень важно перец очень хорошо и очень сильно влияет на уменьшение любых новообразований если мы говорим о злокачественных опухолях поэтому я очень рекомендую всем у кого есть предрасположенность употреблять этот прекрасный овощ одна из частей нашего соуса готова измельченный перец пока мы откладываем потому что нам нужно чтобы вот три структуры сразу же жарились одновременно и приступим мы к луку лайфхак номер один для того чтобы не плакать просто не плачьте а если у вас есть возможность открыть холодную воду откройте и но перед тем как почистить мы с вами натрем луки солью это очень важно чтобы неприятный запах который останется и от лука и чеснока не проник на ваши пальчики мне это не нравится я думаю что это никому не нравится поехали очищаем от кожи и начнем о полезных качествах лука лук является одним из самых популярных афродизиаков для мужчин и даже в древние времена его не всем позволяли употреблять особенно воинам которые готовились к очень важным битвам в рацион лук никто не добавлял это так из истории теперь если мы говорим о соке репчатого лука то я бы рекомендовала все-таки в зимнее время термически обрабатывать этот овощ а в летнее время когда у нас есть возможность и доступ к зеленому молодому использовать его в свежем виде нарезали мы второй наш ингредиент но я же сказала только об одном факторе не забыла об остальных смотрите очищает классно кровь понижает артериальное давление а еще вы знали что является против воспалительным действием от укусов ос я вообще не знала и самое главное это я точно знала очень хорошо минимализирует активацию пигментных пятен и веснушек в активное летнее время то есть вот как раз таки сейчас весна лето очень активное солнце просто разрезаете лучок промакиваете и все отлично все готово я думаю этих фактов нам будет супер достаточно но помните о его количестве в начале программы я сказала что эти два ингредиента объединяет одно очень полезное вещество которое называется фитиин именно фитиин и является таким антибактериальным и обеззараживающим веществом которое находится как раз таки в соке и репчатого лука и нашего чеснока по праву может являться таким является народным лекарем очень важно следить за количеством потребляемого чеснока в день как правило это от одной до двух долек не более чем а что же делать запахом который остается после употребления он очень активный я вас понимаю точно так же как и вы безумно люблю чеснок есть два очень классных методом прополоскать полость рта молоком и тогда уходит запах ни одна мятная конфетка ни одна мятная жвачка вам так не поможет как молоко и петрушка я думаю петрушки точно знают все это очень эффективно очищаем его в этом рецепте нам понадобится буквально две долечки этого будет абсолютно достаточно но помните что в отличие от лука чеснок не теряет свои абсолютно никаких полезных свойств после термической обработки давайте приступим к основному действию мы с вами подготовим посуду у нас это сковородка но на самом деле первооткрывателями этого блюда были берберы кто это такие это жители пустыни именно они готовили это блюдо в такой небольшой круглой чугунной ну назовем ее сковородке это была тарелка преимущество в приготовлении в том что вам не надо вообще менять посуду у вас здесь все и готовится и в условиях пустыни когда ты не можешь ничего помыть у тебя нет никаких других подручных средств это было очень уникально мы с вами используем оливковое масло для приготовления наливаем буквально небольшое количество и выкладываем все ингредиенты максимально разогреваем сковородку максимально и на таком активном огне 3-4 минуты помешивая помешивая жарим все эти компоненты не накрывая крышкой приступим к двум ингредиентам эти ингредиенты стали более евро европенизированы то есть вот эта классика и вот сюда накладывают или кускус или яйца или что угодно мы же с вами живя в восточной европе будем использовать томаты и томатную пасту вот в этом сочетании как раз таки это блюдо приобретает таких сладковатые нотки почему потому что сочетание как раз таки томатной пасты это концентрация томатов под прессом здесь нет ничего кроме того что используется соль перец и томаты и у многих из нас с вами искаженное понимание томатной пасты многие думают что это достаточно современный процесс изготовления на самом деле нет томатную пасту стали изготавливать еще итальянцы 3000 лет назад когда делали заготовки для пиццы и для пасты все очень просто я считаю ее одним из самых сейчас эффективным способом под подчеркнуть вкусовые качества любого блюда ну не любого ну допустим как шакшука в чем его преимущество вы же знаете что в помидорах главным составляющим является ликопин это то свойство которое очень хорошо работает над профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний то как раз таки в томатной пасте концентрация в одном килограмме 1600 миллиграмм ликопинов это просто потрясающе поэтому рекомендую добавлять но самое важное чтобы вы обращали внимание на производителя на честного производителя который не добавляет никаких лишних сюда концентратов слышите этот шум отлично вот еще в таком процессе может быть минуту 30 и мы закладываем и перемешиваем эти два компонента на востоке используют огромное количество приправ и они достаточно специфические в нашем случае мы возьмем соль и сахар это бывает редко в нашей программе перец и очень популярная в европе приправа куркума она сладкая состоит основа из корня имбиря но мы добавим ее в самом самом конце соль в таком же соотношении сахар которая придаст сладость и перец все абсолютно в одинаковом соотношении закидываем туда помидоры и небольшое количество томатной пасты и активно активно перемешиваем давайте посыпем наш соус куркумой мы не берем никаких других агрессивных трав или приправ и этого будет достаточно она придаст такой аромат пряный и последнее это будут два яйца главные источники белка аминокислот прекрасные мышцы и иммунитет все это есть в яйцах помним о их количестве не более трех в сутки разбиваем красиво так чтобы текстура яйца оставалась прежней и не растекалась накрываем а обязательно крышкой ставим средний огонь и ждем пока белок побелеет а желток все-таки останется чтобы яичко растекалось прошло четыре минуты и я очень хочу заглянуть под крышку и показать что у нас получилось ну что давайте красиво вот здесь очень важно смотрите так называемый соус очень жидкий поэтому для того чтобы блюдо не потеряла своей всей красоты возьмите достаточно широкую лопатку чтобы захватить всю полость яйца подденьте и выкладывайте аккуратненько а баба баба дорогие зрители давайте будем продолжать с вами экспериментировать не бояться этого будем гурманить вместе очень рекомендую приготовить этот классный завтрак с восточной ноткой а